Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 375. События дня. Притча 28, стих 9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот только это сейчас будем объяснять, и уйдет не одно занятие на это. У нас это вывешено прямо в храме, чтобы каждый это видел. Я молиться, люблю ходить, акафисты, то другое, а если не по слову Божию. Мы знаем так, в богослужения влюбляются люди, я ничего, только на богослужения. Я говорю, а что ты понимаешь, вот эти слова что? Даже ежихерувимы не может объяснить, тайно образующее. Что означает слова не знают? А дальше подряд спрашивают, ни одного вопроса не может стать. А я люблю, то есть кайфует в этом. Я не знаю, я прихожу, у меня слезы так идут в храме. Ну ты хоть понимаешь, что там говорится? Нет. А я знаю, на работе живет она, говорит, блудница, блудница со всеми шоферами вместе. Но ее слезы пробивают, и все, она не пойдет никуда. Я так говорить в Евангелии, я это слышать не могу даже. Говорите, неприятное такое что-то. Я Евангелие считаю, в руки не берет. То есть на богослужениях надо обратить внимание, понимают люди или не понимают. Как это все происходит? Отклоняет ухо свое от слушания закона, совершенно не желает слушать. Вот это большинство православных. А сколько большинство? Да откуда я знаю, сколько оно дело показало? На 300 моченых лбы, это крещеные называется, только один что-то знает. 0,3 процента, ни 5, ни 6 процентов. А осуждают на Западе 6 процентов, только ходят. Да только ходят. А ты с ними поговори, что они знают. Они влюблены в свои обладки, в Папу Римского. Дальше ты когда начинаешь говорить, и пустота одна. Сектанты любят Слово Божие. Они любят толкование своих лжеучителей. Валяются, вот харизматы приходят, ее аж трясет. Вот она падает, хохочет, святой смех, святой блуд. Вот, Евангелие, богатство там всякие, благоденствие, Максим Максимов там. Ну что тут говорить-то? Везде требуется труд. Труд непрерывный, ежедневный, и днем, и ночью. И главное где это? Это молитва. На молитве Бог тогда тебе открывает. Как ты понимаешь? Как святые отцы понимали? Кто так понимал за 2000 лет, как ты думаешь? Ну, сошлись на кого-то. В каком веке? Ничего сказать не могут. Дальше. Это у нас за 21 декабря 2016 года маленький отчет. Что было? Порок Исаия 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Понимаю, это вот слово полны. Вот не слышу, то другое как-то еще можно преобразить. Но руки полны крови. Но у меня руки чистые, я каждый день моюсь. Павел говорит, я не упустил ничего, о чем бы вам не возвестил. Поэтому чист от крови вас всех. Человек погибает, языки или 3.18, а ты ему не говорил, а он не знал. Он погибнет, но его кровь я взыщу из тебя, говорит Господь. Да хочу толку говорить, они не слушают. Толк большой, ты себя освободил. Но если ты говорил, а он не послушал, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Вот как. Если ты трудишь, и на ком, Яков говорит, над кем-то, то множество грехов простится. Там непонятно, кому тебе, который благовествовал, или тому, кому ты возвещал истину Господнюю. И далее. Притча 15.8. Жертва нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Жертва, это дух, молитва, мерзость перед Богом. А почему? Просит не, чтобы там стил Бог, особенно это Богу ненавистно. А тут только одно. Бей фашистскую гадину. А кто это может так сказать? Нет, митрополит. Митрополит Николай. Которые у Сталина на приеме были. Вот это надо теперь и помнить. Как? Притча 21.13. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, а то ты сам будет вопить и не будет услышан. Бедные те, которые беднее нас. Во-первых, это есть ему нечего, а у нас есть что. Мы даже в средний достаток не входим. Но у нас все есть. А вот это означает духовная пища. Люди с голоду помирают. Им кто жаждет, иди ко мне и пей. Евангелие Теяна, 7 глава, 37 стих. У того еще реки, воды живой, потекут реки воды живой. Сие сказал о Духе Святом. А о Духе Святом, понятие это у единиц людей только есть. Жить в Боге это непрерывное обречение совести. За прошлую жизнь, за прощенные грехи. И я там был. И мой след оставлен там. Господи, Господи, прости, владыка. И вот пишет мне один. Вчера, 12, 21. Ага, Иустин. Я специально его убрал. Фамилию, потому что недруги наши, которые нас, они ничем не занимаются. Это волки лютые, рыщут как шакалы. Если узнают кто-то со мной по-хорошему, они на него прям кидаются и начинают заливать его мерзостью своей. На него прям оправляются, мощатся. Это что? Сейчас прищищаются, исповедуются. Я их знаю. И особенно самые ненавистные, самые бесноватые, это те, которые в миссионерских отделах числятся. Они понятия никакого не имеют ни о Боге, ни о Писании, ни о совести. У них ничего нет. А почему? Они собрались в одну кучу. Как я сказал, кодло патриарши. Да кое разобиделись. Да вы еще этого не достойны звания. На вас кровь. Все, за войну воевать надо. Две чеченские компании провели. Сколько погубили? В Афганистан лезли. Отпивают всех. Кому на Афганистан теперь принадлежит? Куда деть эти десятки тысяч погребенных? А сейчас этого метилового и этилового спирта пилися. В Иркутске-то. Ну и погибли. А украинские выставляют. И поздравляем вас с новым полщищем метиловых и этиловых. То есть, что трупов столько. Пьянь подзаборная. Дрянь, да еще хуже. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Несколько лет я регулярно смотрю и пользуюсь видео и другими материалами на ваших сайтах. Первый раз я услышал, что он пользуется, знать не знаю. Их значение помощь, уверен, для очень многих неоценима. Видите, как люди понимают. А это что? Прям лопаются от злости. Вот на нас напал Роспотребнадзор. Верующие. Все люди молятся, чтобы детей. Да наконец-то этого упыря захватили. Это Бог их благословил. Да это хуже сатаны. Даже сатана этого не говорит. А кто это? А это душители митрополита Пилиппа. Потомки. Семя. Скуратовское. Оттуда идет. Прям аж злобой такое. Когда все люди молятся. На детей напали. Все молятся. Они не понимают. Еще чаще исповедуйся, причащайся. Причащается дьявольским углем. А не телом Господним. Главное, что вы с Божьей помощью даете всем испытывающим душам. Это пример бескомпромиссной жизни. И горящей, даже огненной веры. И видение везде и во всем Христовой истины. Учите знанию Слова Божьего. А учите знанию Слова Божьего и верности Ему. Спасибо Господь Иисус Христос. Хочу добавить, что отклики, которые я посылал на один из миссионерских видеоканалов, где был не согласен с критикой вашего служения. И видимо последующая реакция на них. Неожиданно оградили. Спасли меня, как, кавычка, штатного миссионера от лжи и лукавства века сего. За что остаюсь вам очень благодарным. Остаюсь и в молитвах о вас. И прошу ваших молитв. Помилуй, Господи, Истина. Что интересно, есть ролики, где на меня нападают. Ну сколько роликов, я не знаю, ну полсотни есть. Мои берут ролики, из них что-то выдирают, называется нарезка. И дальше музыка светит. Что-то там брызги летят, кровью заливают. У них ничего нету. А они пляшут вокруг моей колокольни. Я на ваши ресурсы не захожу. И вот он туда написал, что не согласен с ними. И они его отбрили сразу. Видно, штатного миссионера. Это самая подлая должность. Самая коварная, лживая. Они ничего не знают. А ему сказали, а то его. И он хватает. Вот на нас напал Роспотребнадзор. И там у Дарстов Евгений. С другой епархии. Стоит физиономия католическая. Без страха уточняют себя. С уважением и почтением Иустин. Вот если вы идите по скайпу, могли бы поговорить. Пожалуйста. Зарядите Игнатий Лапкин. Но если по латыни, там Игнатий. И дальше как у русской. Игнатий 10 вплотную. Так, статью. Почему братьям нужно носить бороды. На баптистском сайте нашел. Это кто, я не знаю. То ли он, то ли кто-то другой. Я тут не показал кто. Эту статью можно также давать читать православным. Которые бреются в угоду мира сему. Вот тут написано. Как он узнает. Контрол нажать. Внизу в левом углу. Самый нижний. И на него на виду. Я не видел. Даже ночью сегодня пришло. О. Это баптистские все. Какие с бородами были. Эрик Артемьев. О бороде. Брить бороду обязывает приличие. Как объясняют они. Бородатые братья похожи на православных. А это может смущать людей. Аргумент первый. Не сама ли природа учит нас. Аргумент второй. Не любите мира ни того, что в мире. Аргумент третий. Опыт церкви. Ты смотри сколько. Неужели больше моего еще. Ага. Вот это да. Это надо будет посмотреть. Посмотрите как. Почему братьям нужно носить бороду. Ну ясное дело. А кто это? Баптистские. Ну-ка прищай вверху. Название этой статьи скорее всего вызовет если не возмущение, то по крайней мере искреннее недоумение у большинства боратьев. Ведь мы настолько привыкли к гладко выбритым братьям, что большинство в наших церквах считает, что не только можно, но и нужно брить бороду. Бородатые братья, особенно если они еще не в великих летах, подвергаются насмешкам и моральному давлению со стороны безбородых. Да. А также со стороны своих жен. И те из них, кто слаб духом, обычно сдаются и сбривают бороды. Слава Богу, в нашем братстве нет запрета на ношение бороды. Такой запрет, например, есть у свидетелей Яговы. Более того, многие братья Совета Церквей носили бороды. Шалашов, Голев, Мазурин, Миняков. Какое-то время даже какой-то ГК Крючков. Однако на местах, в головах рядовых верующих, этот запрет зачастую присутствует. Я в свою очередь убежден, что древний христианский благочестивый обычай ношения бороды не потерял своей актуальности и сейчас. И что носить бороду братьям не только можно, но и нужно. Я постараюсь опровергнуть основные аргументы противников бороды и привести в свою очередь контраргументы. Итак, аргументы противников бородоношения. И начинается. Интересно, подожди. Эрик Артемьев, я не знаком с ним. Он пишет интересно как. Это видно, что не православный. Ну, какие у него доводы-то сильные. Так, я сейчас здесь посмотрю. Так, как всегда делаем. Я скопировал Ctrl-S. Дальше сейчас отдельно выделю лист. В этом... О, что-то закрылось. В Word-е страницу открыть. Сейчас посмотрим здесь. Ну, и чтобы легче было нам снимать, Ctrl-S, здесь сейчас последняя операция. Ну, вот это да. О, смотри, как отпечаталось хорошо. Дальше. Ну-ка, прочитай маленько. Так, аргументы противношения. Я постараюсь опровергнуть. Постараюсь опровергнуть. Да. Все братья бреются. Не могут же все они ошибаться. О. Дальше ответ. Этот аргумент хотелось бы опровергнуть в первую очередь, поскольку именно он на самом деле является основной причиной, почему взрослые верующие мужчины боятся отпускать бороду. Именно мнение большинства, к сожалению, очень часто является решающим для человека. Священное Писание однозначно говорит, что мнение большинства не должно быть безусловным авторитетом, только потому, что это мнение большинства не следует за большинством на зло. Исход 23.2. О, хорошее место какое. Именно большинство когда-то сделало золотого тельца. Именно большинство испугалось идти в Ханаан. Именно большинство кричало «распни его». На это мне ответят, что все это делали неверующие, невозрожденные люди. Но совсем другое большинство в церкви, где все возрожденные. Возможно и так. Но я позволю себе напомнить, что и в церкви большинство очень часто ошибается. В галатийских церквах большинство осталось без Христа. В стародинской церкви большинство членов оказались близкими к смерти. И лишь меньшинство не осквернило своих одежд. Именно большинство на 7-м вселенском соборе приняло догмат об иконопочитании. Большинство христиан средневековья активно поддерживали морально и материально крестовые походы. Мы видим, что и в церкви мнение большинства еще не равнозначно мнению Христа. Поэтому говорить, что та или иная точка зрения, безусловно, верна только потому, что большинство в церкви ее разделяет, это большинство якобы не может заблуждаться. В корне неверно. С другой стороны, безусловно, нельзя впадать и в другую крайность. Отвергать вообще все церковные авторитеты и установления. Я к этому ни в коем случае не призываю. Напротив, я далее постараюсь показать, что ношение бороды вполне согласуется с 2000-летним опытом Христовой Церкви. А современное бородобритие как раз является отвержением опыта и авторитета Вселенской Церкви. Договорить о Вселенской Церкви с дектантом, это вообще удивительно. Так, аргумент. Но ведь в Новом Завете христианам нигде не предписывается ношение бороды. Ответ. Совершенно верно. В Новом Завете, в отличие от Ветхого, такого предписания нет. Как и нет и предписания брить бороду. Действительно, постановление о бороде мы находим лишь в Ветхом Завете. Не стригите головы вашей кругом. 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 И не порьте края бороды своей. Левитов 19.27. Но ведь многое в нашей церковной практике взято именно из Ветхого Завета. Например, запрет женщине одеваться в мужскую одежду. Тоже взят нами из Ветхого Завета. Второзаконие 22.5. Не говоря уже о том, что многочисленные проповеди наших братьев, посвященные церковной десятине, полностью основываются на Ветхозаветном повелении. Впрочем, я готов согласиться, что сам по себе стих Левитов 19.27 не является для христиан заповедью, обязательной к исполнению. Однако он отражает определенный принцип, который не устраняется вместе с законом. Ниже рассматривая следующий аргумент, мне бы хотелось указать на другое место описания, которое говорит о том, что ношение бороды – это не просто временная заповедь закона, а это естественный вид мужчины, нарушение которого является с точки зрения Писания бесчестие. Аргумент «Брить бороду обязывает приличие». Говорят они так. Ответ. Также весьма распространенный аргумент. Быть небритным ведь неприлично в нашем обществе. А христиане должны выглядеть прилично. Но на самом ли деле борода является чем-то неприличным? Является неприличным? Вопрос. Или, может быть, наоборот, неприлично брить лицо. Что говорит об этом Священное Писание? Мы читаем. И взял анон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, дочресал их, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им, оставайтесь в Ерехоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Это Второе Царство, 10 глава, 4-5 стихи. Обратите внимание на слово «обесчещены». По всей видимости, в Священном Писании несколько иные нормы приличия, чем в этом мире. Писание однозначно называет бритье бороды бесчестием. Кто-то возразит. Но ведь слуги Давида были обриты не полностью, а наполовину, и бесчестие заключалось не в том, что они были без бород, а в том, что у них было лишь по половине бороды. На это я отвечу. Следующее. Если дело было только в этом, то почему тогда Давид повелел им оставаться в Ерехоне, пока отрастут бороды? Ведь можно было бы просто сбрить оставшуюся половину бороды, если без бородости не было бесчестия. Не была. Не была бесчестия. Но Давид так не сделал, потому что бесчестием было само бритье бороды, а не тот факт, что их обрыли только наполовину. Таким образом, с точки зрения Писания, прилечьем для мужчины является именно ношение бороды, а не ее бритье. Конечно, во 2 царство 10.4.5 мы имеем дело с повествовательным текстом. Здесь не содержится никакого предписания носить бороду. Здесь лишь констатируется факт того, что для человека являлось бесчестием. Поэтому здесь мы имеем дело не с заповедью ветхого закона, как, например, в Левитам 19.27, который отменен Христом, а с указанием общего принципа в отношении внешнего вида мужчины. Принцип этот, конечно, не соответствует нормам современного мира, в том числе христианского, но при этом является библейским принципом. В этой связи важно также ответить на вопрос, а носил ли бороду Иисус Христос? Ответ на этот вопрос важен не потому, что мы должны копировать внешность Христа. Это действительно не нужно. А потому, что если Христос носил бороду, то те христиане, которые обвиняют бородатых братьев в неприличности внешнего вида, тем самым обвиняют в этом Иисуса Христа. В Новом Завете нет прямых указаний на внешность Иисуса, но есть косвенные доказательства. Во-первых, есть указания на то, что внешне Иисус ничем особым не отличался от других иудеев. Матфея 26, глава 47-49 стихи. Иудеи того времени в своем подавляющем большинстве носили бороды, как кто предписывал закон. И если бы Христос был безбородым, то это обстоятельство несомненно выделяло бы его. К тому же Христос был единственным, кто исполнил весь закон. А ношение бороды, как уже говорилось выше, предписывалось законом. И на конец Писании есть конкретное место, говорящее о том, что Иисус носил бороду. Это Исайя 50, глава 6 стих. Это мессианское пророчество, говорящее о состраданиях Иисуса. В синодальном переводе написано «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим». Однако в оригинале «поражающим» более правильно перевести, как «тем, кто рвет волосы». В переводе Моссад Равкук «спину свою отдал дям побивающим и щеки свои вырывающим волосы». Иными словами, речь идет о том, что Христу вырвали волосы из бороды, что считалось страшным оскорблением. Толковая Библия Лопухина говорит по этому поводу. Кавычки открыты. Гебраисты находят, что вместо слова «поражающим» должно стоять «вырывающие мне волосы». Это уже такая деталь мучения, о которой евангелисты умалчивают. Но что она была вполне возможна. Об этом свидетельствует аналогичный случай из послепленной эпохи. Ниемия 13.25. Вообще же говоря, по силе своей изобразительности и ясности, настоящий стих может быть поставлен параллель лишь с 53 главой пророка Исаии. Кратый стих и следующий. Все это ясно свидетельствует о том, что Иисус Христос носил бороду, что является очень серьезным аргументом против неприличности бороды для христианина. Следующий аргумент. Бородатые братья похожи на православных, а это может смущать людей. Ответ. Аргумент, хотя и не частый, но встречающийся. Действительно. На собственном опыте знаю, что у людей борода вызывает ассоциации именно с православием, а также с исламом. Но должно ли это нас смущать? Ведь, например, гладко выбритые братья в пиджаках и галстуках у многих, особенно на благовестии, могут вызывать и вызывать ассоциации с обществом сторожевой башни. Но почему-то никто не говорит. Давайте не будем бриться, чтобы не быть похожими на свидетелей Яговы. Согласитесь, это было бы абсурдом. Если же говорить о сходствах с православием, то их у нас очень много. Мы, как и православные, празднуем Пасху, проводим богослужения по воскресеньям, читаем Библию в синодальном переводе, который был составлен православными бородачами и так далее. Неужели нужно от всего этого отказаться лишь для того, чтобы у людей не было ассоциаций с православием? Но как бояться истины. Вот как таковы основные доводы против бороды. Далее мне хотелось бы со своей стороны привести несколько аргументов в пользу того, что носить бороду не только можно, но и нужно. Аргумент первый. Не сама ли природа учит нас? Мы читаем, что вначале Бог мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1.27 Богом положено естественное различие между мужским и женским полом. И это различие не только в половых органах, но и во внешности, и в поведении, и даже в одежде. То, что мужчина и женщина должны отличаться в одежде, второзаконие 22.5, говорит о том, что отсутствие отличия между полами является мерзостью пред Богом. Рост растительности на лице у мужчины также является естественным природным отличием от женщин. Но сатана, желая извратить божье творение, всячески старается устранить эти отличия во всех отношениях. Женщины стараются быть похожими на мужчин, носят мужскую одежду, коротко стригутся, стремятся быть главой в семье и в обществе. Мужчины, в свою очередь, стараются быть похожими на женщин, избегают ответственности, излишне пекутся о своей внешности, отращивают волосы, бреют бороды. Но если для мира, который лежит во зле, все это нормально, то для церкви такое положение дел неприемлемо. Аргумент второй. Не любите мира, не того, что в мире. Как бы с этим ни спорили, но брить бороды – это мирская мода. Многие говорят. Но это раньше, в древности люди носили бороды. Сейчас время другое. Мы же сейчас не ходим в сарафанах и туниках. Действительно, за 2000 лет многое изменилось. Изменилась одежда, изменился язык, изменился образ жизни. Но физиология человека осталась прежней. И бороды у мужчин, как росли во времена Моисея, так растут и сейчас. А вот мирская мода в отношении бород действительно изменилась. Брить бороды только потому, что сейчас, так принято в мире, есть самое настоящее подражание миру. Почему-то многие братья, активно обличая современную молодежь, подражание миру в отношении бороды, этот аспект упускают. Очень лицемерно поступают братья, которые говорят о том, что сестры не должны краситься и выщипывать брови. А сами при этом гладко выбриты. И выщипывание бровей, и бритье бороды, и косметика, и украшения, все это вещи одного порядка. Все это стремление угодить этому миру и быть привлекательным в его глазах. Интересно, что там 96 правило, 6-го сиреновского собора, прямо указывать на это. Или 4-го, там пояснение к этому, выщипывание, накручивание. Именно этими словами тогда это все было еще. Для христиан такое стремление греховно. Здесь есть также другой аспект. Мужчины, которые бреют бороды, стремятся тем самым привлечь внимание противоположного пола. Почему протопопа вакуум говорит, бритье это блудодейная ересь, блудодейная. Стремление, с одной стороны, вроде бы естественное, но мы, христиане, имеем в своей жизни другие ориентиры. И если сестры, носящие короткие юбки, у нас порицаются, то почему не порицаются братья, бреющие бороды, видев в том и другом случае мотивация одна и та же. Вот и все. Сектанты до этого доходят, а православные не знают, попы бритые. Аргумент третий. Опыт церкви. Кто-то, возможно, упрекнет меня в том, что я не признаю никаких авторитетов, поскольку так лихо критикую братьев. Нет, это не так. В своем последнем аргументе я хочу показать, что моя позиция не является каким-то мятежным свержением авторитетов, а как раз напротив. В своей позиции я разделяю то мнение, которого церковь придерживалась во все века. Чтобы не быть голословным, я приведу здесь свидетельства христиан, живших в древности, которые наглядно свидетельствуют об отношении церкви того времени к этому вопросу. Климент Александрийский, второй век, кавычки открыты. И до того испорченность нравов доходит, что не только женщин сокрушает суета, суетная эта забота о показном, но и между мужчинами эта болезнь неистовствует. Да, болезнь, потому что кто от этой склонности к показному и рассчитывающему на обольщение других при украшивании себя не свободен, тот болен. Старательно за своим телом ухаживая и достигая его холености, такие мужчины становятся женоподобными, заставляют себя подрезать волосы на тот манер, как носят их рабы и щеголихи. Драпируются в прозрачные одежды, жуют мастики, мажутся благовонными помадами, натираются благовонными маслами, душатся духами. Что сказать при виде таких мужчин? Физиогномист уже по наружности их виду определит, что это за люди. Это преступные заискиватели у чужих жен, преступные склонности. Люди немужественные. Афродите двусторонние служащие, власа ненавистники, безбородые, питающие себе страх к этому цвету мужественности. Волосы на голове даже и причёсывающие, то прямо на манер женщин. Бог захотел, чтобы женщина имела кожу гладкую и чтобы только голова её украшена была самородным и роскошным этим нарядом волос. Он придаёт её виду осанистость, подобно тому, как и лошадь в своей гриве имеет украшение, ей придающие вид гордый. Мужчину же, как и львов, творец бородой украсил, и ему вид мужественный сообщил в груди волосатой. Как хлеб-гривы, интересно. Служащие знаком силы и господства. Подобным же образом и петухов, и закур, и закур между собой в бой вступающих. Творец гребневидным наростом украсил. И эти волосы дарованы мужчине. Творец ставит столь высоко, что наравне с разумом указывает в них преимущество мужа. Характерная принадлежность мужчины – борода, обнаруживающая в нём мужа. Древнее Евы является символом природы сравнительно более сильной. Вот почему творец приличным нашёл украсить мужа волосами, и почему усеял ими всё его тело. К счастью же, гладкие и мягкие, он снял с боков тела мужчины и создал из них отличающиеся более нежной организацией и деликатностью форм жену. Еву в качестве спутницы – состояние брачного, из-за правительницы домохозяйством. Поднимать руку на волосы, на этот символ мужской природы, значит преступно. Это искусственное выглаживание кожи. Сам логос воспламеняет меня против всего. Если оно производится на ком во исполнение расчёта того на мужчин, выдаёт в выглаживаемом дурандаса. Дурака, наверное. Если же при этом в виду имеются женщины, то полируемый, значит является преступным заискивателем у женщин, из всех сторон преступной склонности. Но и того, и другого разряда мужчины из нашего общества должны быть изгоняемы насколько возможно далее. У вас же и волосы на голове все сочтены, говорит Господь. Матфея 10.30 Значит и волосы подбородка, и волосы всего тела. Итак, исчисленные Богом волосы, вопреки его воле, сводить не следует. Непозволительно, следовательно, бороду выщипывать. Это самой природе данное убранство – истинное украшение. Борода, только что пробивающаяся, представляет собой приятнейший вид. Вперёд же в жизненном своём возрасте поступающий её умощает так, что прихвального аорона, например, с неё стекал пророческий елей. Псалом 132.2 Касательно же волос нужно соблюдать следующее. Волосы на голове мужчинам следует носить коротко остриженными, за исключением случая, если они были бы курщавыми. На подбородке же должны быть отпускаема борода. Будучи причёсаны, волосы не должны слишком спускаться с головы, на манер женских локонов. Для мужчин достаточно бороды, а если кто бороду подстригает, то не следует. По крайней мере, совершенно её до гладкости в состригать. Мужчине сообщается этим вид отвратительный. И состригание бороды даже до кожи с собой допоминает выщипывание и выглаживание. Псалмопевец говорит, «Как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову». Псалм 132.2 Повторением слова «борода» радостно воспевает он украшенное бородой лицо, блистающее елеем радости Господней. Но так как стрижка волос предпринимается не ради украшения, а вызывается обстоятельствами, то волосы на голове нужно стричь, чтобы выросшие очень длинными, они не препятствовали зрению. А на верхней губе волосы нужно подрезать, чтобы при еде не пачкались. Но не следует их все остригать. Это было бы некрасиво, а только немного ножницами. Бороду, которая никаким образом не может беспокоить, нужно без малого цельной оставлять. Она сообщает лицу достопочтенность и некоторого рода отеческую авторитетность. Многие бывают удерживаемы от греха и внешним видом своим, потому что их тогда легко узнать. Для тайных же грешников внешность, могущая быть предательской, характерность ее не очень желательной. Они и отдаются своим делам в темноте, потому что характерного боятся. От большинства же ничем не отличаться. Это представляет для них ту выгоду, что получают они тогда возможность бесстрашно грешить. Киприан Карфагенский, 3 век. Обратимся ко Господу всем сердцем, умилостивим Его гнев и негодование, как Сам Он внушает постом, плачем и рыданием. Но можно ли считать следующим от всего сердца, умоляющим Господа постом, плачем и рыданием, того, кто с самого начала преступления моется ежедневно в бане с женщинами, кто, присвящаясь обильными пиршествами, уточняя себя жирными блюдами, на другой еще день отрыгает непереварившуюся пищу и не разделяет своих яств и питья с нуждающимися нищими. Как оплакивает свою смерть тот, кто выступает весело и радостно, и когда в Писании сказано «Да не бреете, брат ваших!» Левита 19, 27, бреет бороду и лицо свое украшает. Или он старается понравиться кому-либо. Теперь, когда стал противен Богу, неужели так же стенает и сетую та, которая наряжается в драгоценную одежду, а об утраченной ею одежде Христовой не помышляет, которая надевает на себя дорогие украшения и художественные ожерелья, и не оплакивает потери божественного и небесного убранства. Да хотя бы ты нарядилась в заграничные одежды и шелковое платье, ты нога! Епифаний Кипрский, 4 век. Что хуже и противнее этого? Бороду образ мужа остригает, а волосы на голове отращивают, а бороде в постановлениях апостольских Слово Божие и учение предписывает, чтобы не портить ее, то есть не стричь волос на бороде, но и не носить длинных волос, подобно блудницам, и не давать доступ от тщеславия и под видом праведности. Кирилл Александрийский, 5 век. Так, например, запрещает остригать по подобию других головы и для обезображивания лица, брить бороду, повелевая так же, чтобы и другие нечестивые дела эллинского безумия, разумею, нарезы на теле, должны на мысль не приходили. Исидор Пелусиотский, 5 век. Весьма печалит меня, что слышу о тебе, будто бы не соревнуешь отцеву целомудрию, но подвергаешь себя чуждому для вас позору, лишив лицо свое естественного цвета величавости и преобразив в нечто более подобное лицу женскому. А это не что иное значит, как укорять создавшего, ибо если отказываешься от чести с самым временем предаваемой совершеннолетию, то показываешь всем, что упорно стараешься быть лучше несовершеннолетним и намерен не мужем стать, но быть и казаться каким-то сомнительным скопцом. Вот так. Феодорит Кирский, 5 век. Что значит сказанное? Не сотворите обстряжение кругом от власть глав ваших, ниже бриете бород ваших, и краение не сотворите на теле вашем и о души, и язв над стреканных, да не сотворите вас. Левитам 19, 27, 28. Некоторые слова переводили с намерением, сделанное из волос кудри, но думаю, что закон запрещает иное. У еленов было в обычае не обстрегать волос на голове у детей, но отращать их и со временем посвящать демонам. Имели также обычаи брить бороды, когда оплакивали кого, и делать нарезания на щеках в честь умерших, а некоторые части тела накалывали чем-либо острым и покрывали черную краску в угоду демонам. Сиетто и запрещает божественный закон. Итак, мы видим, что в ранней церкви бритье бороды осуждалось как действие нецеломудренное. Сохранившиеся изображения того времени также подтверждают, что благочестивые христиане древности носили бороды. Бороды носили наши братья в Средневековье, например, Ян Гус, а также аннабаптисты 16 века, Валтасар Гумбайер, Георг Блаурок, Феликс Манс, Мено Симонс. Все они держались благочестивого ношения бороды. И евангельско-баптистское движение в России также не было исключением. Если взглянуть на портреты большинства представителей русского штундизма и баптизма 19-го начала 20-го веков, то мы увидим, что и их лица были украшены бородами. Иван Рябошапка, Никита Воронин, Михаил Ратушный, Василий Павлов, Дей Мазаев, Иван Проханов, Иван Каргель и многие другие. И вообще, если взглянуть на фотографии баптистов и евангельских христиан в довоенный период, то можно заметить, что количество бородатых братьев явно превышало безбородых. И это при том, что, например, в 20-30-х годах в советском обществе борода уже воспринималась как анахронизм и популярность явно не пользовалась. Но, несмотря на это, братья, жившие в этот период, не шли на поводу умерской моды и продолжали носить бороды. Но почему же в послевоенный период ситуация резко изменилась и братья стали почти поголовно бриться? По-видимому, сыграло роль то, что в 1944 году властям удалось создать под контрольную себе организацию всех «Б», которая сыграла немаловажную роль в насаждении церкви мирской идеологии. Верующие стали посещать кино и театры, не противились службе в армии, одежда стала менее целомудренной, братья стали брить бороду. Но это уже совсем другая история. Мне же хотелось показать, что ношение бороды является для христиан естественным и традиционным. А вот бродобритие – это новшество, принесенное в церковь из мира. Вот это вот и как раз нужно сказать. По стихиям мира. Как-то случилось мне быть в Павлодаре, а там был хороший, по их меркам даже, Карл Станиславич Седлецкий, пресвитер баптиста. А я поехал, взял с тобой журнал 1910 года, большой размером, больше огоньки, а баптист, называл баптист. Ну и стали говорить о бороде, да нет, да никто никак. Как я говорю, ну а если бы все носили бороды, вы бы брились? Нет. Я тогда открываю, молодежь баптистская сидит, все до одного с бородами. Молодежь. Я показываю, союз борьбы за освобождение рабочего класса, Владимир Ульянов. Шесть человек там, кажется, сидит, бабушки, все до одного с бородами. Отец у Ленина, у Ульянов, инспектора, которые сидят, все с бородами. Кармаркс, Фридрих Энгельс, ну посмотрите, маленько, даже у Ленина и то что-то было. Я говорю, у Хрущева, одни усы, а у Сталина, а у Хрущева уже и на голове ничего нету. Вот такой прогресс идет. И тогда Станиславич говорит, да, действительно так, это из мира. Прочитаю, все выше написано, вы, наверное, спросите меня, а какое отношение это имеет к нашему спасению? О, отвечу, никакого, ни борода, ни безбородость, ни вообще наш внешний вид не является условиями спасения. Тогда спросите вы, к чему так реально защищать то, что не относится к вопросу вечной жизни? На это я могу сказать следующее. Дело в том, что внешний вид, не будучи условием спасения, является в то же время важным индикатором внутреннего духовного состояния. Конечно, можно иметь очень благочестивый внешний вид, но не быть благочестивым христианином. Моя жена может носить сколь угодно длинную юбку и сколь угодно широкое покрывало. Я могу отрастить сколь угодно длинную бороду. А не получится, она будет сечься. Но, если при всем этом наша жизнь исполнена порока, то мы не более, чем гробы окрашенные. Но, можно ли быть благочестивым христианином, но не иметь благочестивого внешнего вида? Либеральные христиане, конечно, ответят на этот вопрос утвердительно. Но, либерализм это болезнь последнего времени, предуготовляющая христианство по царению антихристу. Те же верующие, которые стремятся действительно жить по Слову Божьему, понимают, что внутренняя духовность человека обязательно будет проявляться и внешней. Именно поэтому вопрос внешнего вида важен для нас. И ему справедливо уделяют немалое внимание в наших церквах. Но внимание это, к сожалению, бывает однобоким. Говоря А, нужно сказать и Б. Если сёстрам неприлично краситься и выщипывать брови, то, естественно, и братьям неприлично сбривать бороду. Вопрос внешнего вида христиан это вопрос не только сестер, но и братьев. 1 Коринфянам 6.20 Вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. На фото сверху Дед Мазаев, председатель Союза Баптистов, Василий Павлов, председатель Союза Баптистов, главный редактор журнала Баптист. Иван Рябошапка, один из основоположников русского баптизма. Ну вон она кто оказывается. Так у бороды то у них какие? Солидные, смотри. Главный это вопрос баптистов, вначале это вопрос о церкви, где нет рукоположения, а так вот церковь, это не церковь. Но статья хорошая во всех отношениях. Так, я ее закрою, напиши борода баптисты, тире баптисты. надо связаться быть с этим человеком как-то. Ну вот, все, пускай я оставлю, потом, чтобы можно было ссылаться на это. Вот она, либо кейска. Так, мы продолжим это в события дня у нас входит. Указывают они. Ну, что у нас? Большие ресурсы это мой мир. Я вообще не люблю его. И вот здесь все показано. Что-то цифра 21 вылетела. Это о чем? А, кому что понравилось? Машинская музыка, счастье или что-то такое. Непонятно. Что это означает? Моя музыка, да? Да нет, это вот фотографии понравились Ирины Коноваловой. Она многие отметила. А, ну, а вот это что такое? Это тоже, наверное? Пришлите текст песни этой просят. А я не знаю, это не могу прислать. Не, не, не знаю. Дальше. У нас есть форум. Большой форум, православный форум во свете Библии. Ну, вот тут какие новые накидали. Вот какой-то зашел человек, там, откуда он, город, ясно делал пользователь, Курганская область, село Мехонское. Как-то, какие-то цифры, вот не люблю вот это вот, это все. Дальше он пишет, что? Начали люди привязываться, мол, кто благословил на толкование. А, где-то впереди было вот так. Вот, и снова, здравствуйте, Игнатий Тихонович, идем на второй заход. Может, кто-то еще не знает о группе ВКонтакте, где выставляется текст из ваших книг. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас вступить в группу «Православное толкование Нового Завета». Адрес группы указан. Читателям предлагается трехтомное толкование Нового Завета, составленное блаженным фефилактом в 19 веке на основании творений Иоанна Златоуста и иных святых отцов Православной Церкви, живших ранее. Группа растет, меняется, находятся люди, готовые оказать помощь проекту. В прошлый раз, когда я писал вам, участников в сообществе было 19, а теперь нас около 800. Кто из смотрящих пользуется соцсетью ВКонтакте, то при желании может подписаться на группу, чтобы получать регулярную рассылку текста размером 2-3 стиха с толкованием. Как выглядит группа «Смотреть на изображение»? Спасибо Христу. Ну вот вы дальше изображение, все, заходите на наш форум и найдете тут последние листья. Вот он о чем пишет. Ну-ну. Дальше пишет. Начали привязываться кто, мол, благословил на толкование? Я ответил Христос, Златоуст, Феофилак. Это им по барабану, думаю, будет. Начну что-нибудь делать для закрытия группы. Было бы здорово, если бы отец Яким Лапкин дал бы благословение в письменной форме с подписью. Текст сфотографировать и прислать мне на почту. Я выставлю группу, это возможно осуществить? Благодарю вопрос. Это возможно, но мы этого не делаем. На людей это абсолютно не действует. У меня написано, откуда вы берете, написано благословение епископа Евтихии. Это не действует. Христос благословил. Тут мирской человек, журналист, но нам близкий, он написал, председатель журналиста Полтавецкого края, Сергей Тепляков. И когда он приезжал в Клочки и там напечатал большую статью, она у меня в книге втором издании для Слова Божия нет уст. Из Клочков со стаем Россию. Село Клочки называется, он так сказал. А на него свои журналисты набросились. А кто их благословил, слово благословил, уже знает, играют этим. Он говорит, Христос благословил. И статью его. Он в газете «Известия» там везде печатал. Не приняли, говорит. Андрей Матвеев, 35 лет, Чебоксары, Россия. Так, и что? Игнатий Тихонович, здравствуйте. Я бы очень хотел купить у вас Новый Завет. Все три тома. Можно ваши координаты? Заранее благодарю вас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как можно вам отправить деньги за книги? Сообщение из ВКонтакте. Ну вот видите как. Вот Андрей, я сейчас вот как выделяю? Выделяю. Вот так вот. А потом здесь нажимается цитата. И она сразу переносится вот сюда. вот, а теперь я даю ответ. А ответ как? У меня есть это дело. Посмотри, где книги. Цена, что, почем. Посмотри. Где здесь? Что, кто тут нажимает? Только... Подожди. Книги. Вот, тихо, тихо. Вот, вот, вот. Книги, книги. Почем. Вот. Вот я ему отвечаю. Беру теперь книги отсюда. Что, почем. И как прислать деньги. Так. Дальше. Контрол-С. Опять возвращаемся. Я здесь внизу ему ставлю. Вот так как он заходит где-то из контактов, может быть, то туда ему перекинут или не перекинут. Это я тоже не знаю. Ну и добавлю. То есть вот такой ответ я дал. Полный. Какие книги? Сколько каждая книга стоит? И дальше так. Это из контакта не перекидывает сюда администрация. Это что? Я не понял. Тридцатая? Тридцатая. Что это? Ну-ка. Считай. Юрий Прикотенко. 34 года. Донецк, Украина. Отче, спаси Христос, вас и ваши близкие. Давно хочу... Я не помню, еще так раздирает вот это вот. Так. О, давно хочу приехать к вам. Мне очень близко. То... Дальше еще. Что вы делаете с наступающим праздником Николы? Приезжать ни в коем случае нельзя без разрешения. У нас разрешается в деревне, допустим, приехать, когда мы человеку узнаем, что были молодые, были с детьми. Вот тогда это уже более-менее. И было на что построить. Дальше. Ты понимаешь, как это шло? Фотографии такие длинные или... Нет, на весь экран. Раскройте оперу. Что сделать? Ну, раскройте ее. Вот сюда нажмите. Вот сюда вот? Да. Вот это? Ну, хотя бы так, да, для начала. Так, теперь влево. Нет, это ничего не дает. Ну, не дает, но удобнее. Ну, ладно. Пивоваров. Кто его зовут? Протяните влево-то немножко. Так. Так, теперь выше. Александр Пивоваров, 38 лет. Россия. Ну, бритый. Здравствуйте, меня зовут Александр. Родом я из Москвы. С 1998 года живу в Казани. По образованию я повар. 12 лет стажу. 38 лет прожил в городе. Имею большое желание уехать в деревню или в сельскую местность. Хочу получить от вас ответ. Ну, только так. На нас выходите. У нас все правила выставлены. Безбородами мы разговаривать не будем. Бороду не трогайте. Это у нас не положено. Ну, к чему это? Дальше. Если женаты, ребятишки есть. Только тогда. И есть средство построить. А вон сигареты лежат еще на подоконнике. Ну, вот они. Курящие вообще не подходят. Разговоров даже нет. Дальше. Сергей Дудко. Минск, Беларусь. Какая лошадка у него хорошая. Дальше. Доброй ночи, Игнать. Я давно слушаю ваши размышления над Словом Божьим. У меня такой вопрос. Почему вы налагаете на себя крестное знамение? Я в Библии про это ничего не написано. И почему православный поклоняется иконам и крест от младенцев? Это разве по Библии? Да, да. И почему вы решили, что иные языки прошли? Почему вы пропустили в Писании, когда Павел говорит, что он желает, чтобы каждый говорил иными языками, но чтобы все было благочестиво? И если не имеешь толкование, тогда молись себе и Богу, наседая себя в церкви, молчи заранее. Спасибо. Пусть Господь хранит вас и вашу благостью. Ну, знаете, вопрос я уже многократно отмечал. Заходите на наши ресурсы. В Ютубе я там и Пятидесятникам, и Субботникам отмечал. И иконы. Об иконах уже много раз говорил, что иконы не идолы. Выйдите по Скайпу и тут тогда переговорим. Я отмечать не могу, ну что, я писать буду сидеть? Иван Забелин. Сука, 30 лет, Тольятти, Россия. Игнатий Тихоныч, как у вас дела? Я смотрю старые ваши видео, они прекрасны. Ну, ничего, ничего нет. Нормально, живем, благодарим Бога. Дальше. Так, тут по-еврейски написано, как будто я прочитаю, что тут написано. Сакраменто США. Сакраменто я был. Мир вам, пожелания вам. 1 Коринфянам, глава 13. Это ведь про любовь. О любви, да. Дальше. Виталий Зайцев, с 44 года. Тарас Джамбулк. Это мне с контактов или откуда перекидывает администрация? Я там не бываю. Пишите здесь конкретно. Казахстан. Вон какие вещи делают. Я ответы даю, а люди знать не знают, что я дал. Здравствуйте, Игнатий. Слушал вашу проповедь. Есть много вопросов. Надеюсь получить откровенные ответы. Вас... Вот я сейчас считаю, я не видел даже. Первый раз считаю. Поэтому если что-то непотребное будет, ну я просто... Да. Вас, ваши же православные, случайно не называют сектантом? Ну называют, да, еще. Я когда начинаю кому-то из православных рассказывать про спасение, они крутят пальцем у виска. Ну да, такое и есть. Вот почему картинки такие большие? Это они... Ну... Тут что-то женщины без платков сидят. О чем это говорит? Дальше. Татьяна Соколова с Дальнего Востока. Это кто это? Вообще-то кто зашел? Татьяна Базенкова. Токарева. Город Белокурих. Алтайский край. Россия. О, это наша. Еще она тут рассказывает. Татьяна Соколова с Дальнего Востока. Сейчас проездом в городе Белокуриха 15 октября 2016 года. Убедительно вас просит позвонить. Так, 15 октября, когда это было? О, октября. Московская православная. Узнала о вас через Московскую православную общину. Телефон оставила свой, позвонила. Я никогда никому не звоню, тем более в какие-то города. Никогда и никому. Ни одного звонка не делал. У меня ни на что. Да и при том тут обманывают. Если позвонил, деньги все снимут. Так что выходите по скайпу. Так, пишет ZZ. 31 год. Видишь как? ZZZ 31 год. Это ни имя, ни фамилия. Уже никакого доверия нет сразу. Здравствуйте, уважаемый Игнат Тихонович. Смотрю все выпуски на вашем канале. Все чрезвычайно интересно. В ролике, где вы опоздали на собрание, полностью с вами согласна, что самовольное служение никакой пользы никому не приносит. Люди могут делать, что хотят, но Бога с ними при этом не будет. И зачем тогда все? Лично я смотрю все ваши собрания, ваши общины только ради того, что вы скажете, а не другие. Слова только и все, ничего нет. Так вы говорите, у вас есть мудрость Божия, поэтому все интересно. Видишь как? Вот Новый Завет я издал, Господь благословил, толкование трехтомнику. И один епископ говорит, я когда смотрю, где ваши комментарии даете, я их пролистываю, чтобы не смотреть даже. А другой говорит, я все считаю, только ваши комментарии ищу. Вот тебе и все. То есть, ну, разные люди. Ирина Воронежская, Ирина Петровна Воронежская. То ли фамилия Воронежская или что? Вот она что-то делает, тут рисует или что? Ага. Непонятно, да? Ну, понятно. Что делает? Маслом пишет. Маслом пишет. Ну и дальше что? Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Помолитесь, пожалуйста, о зачатии и рождении ребенка для Ирины и Алексея. Большое спасибо. Аминь. Здорово. Да будет воля Божия. Я не знаю, нужно ли вам ребенка. Сколько просят, вот мне часто обращаются за этим делом. Я говорю, а зачем он вам ребенок-то сейчас? Отопределите назначение этого. Как все люди. Павел не об этом говорит. Вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот и все. Дальше. Слава Столичный пишет. Упокой, Господи, новопредставленного раба твоего Владимира, отца моего, и прости ему. Вся вольные и невольные грехи упокой со святыми. Аминь. Игнатий, у меня умер мой папочка любимый. Прошу тебя, у тебя в друзьях много христиан, которые могут помолиться. Напиши, пожалуйста, если тебя не обременит в новостях, у тебя на страничке. Все, кто смогут, пусть поминают новопредставленного Владимира до 15 января. Очень тебе благодарен заранее. Упокой Божий отца моего, новопредставленного Владимира, и прости все грехи, и упокой со всеми святыми. Аминь. Значит, непонятно, верующий, неверующий, какой есть. У нас даже в церкви не молятся за усопших, которых мы не знаем. Поэтому еще я могу сказать, ничего, если бы он верующий, да исполнит Господь молитву дочери своей. Я его знать не знаю, поэтому у нас это не принято, чтобы, вот как это вроде, лишь бы только. Вот разодорно буквально, тут отмещать я не отмещаю. Вот, пожалуйста. Я не могу даже отсюда выйти сейчас. Ну подвиньте тут до конца. Или куда-нибудь. Вот, да, вот. Видишь как? Вот почему она разодана? Фотографии это разодрали. Дальше. Дальше еще. Полина Комкова. Начните благодарить Бога за то, что у вас есть. И Он даст вам то, чего вам не хватает. Мы так и делаем, Полина. Благодарим Бога. Добрый день, уважаемый Игнатий Тихонович. Пост в среду и в пятницу, а также Великий Пост. Но из-за состояния здоровья некоторые продукты себе позволяю. При этом прошу прощения у Бога за свою слабость и немощь. Но вопрос мой не об этом. Я бы хотел спросить, как все-таки начать носить платок на улице и в обществе, а не только дома? Заранее огромного... Ну как, не снимай, да и все. Волосы закрой на полголовы открыто-то. Хорошая ты девушка. Ну, мусульмане, почему они спрашивают как? Мусульманки. Притом, совершенно закрытое лицо. Закройте, чтобы ни одной волосинки не было видно. Не снимайте ее никогда. Никогда не снимайте. Дальше. Кирилл Коровин. Это у него груша висит. Да, он как Виталий Калиников. Доброго вам здоровья, Игнатий. По данной ссылке, такой-то к истине один, наше размышление о проекте исповедания. С учетом всего я прочел главу вашей книги. Я перехожу в Московскую Патриархию. И увидел там те правдивые слова, с которыми я полностью согласен в отношении Московской Патриархии, как церковной структуры. У меня возникает к вам следующий вопрос. Является ли тогда Московская Патриархия вообще церковью, в которой совершается благодатное таинство? Да, является и совершается. Буду благодарен вам за ответ и прошу ваших молитв за меня. Раб Божий Кирилла. У нас очень близкие отношения с местным митрополитом Московской Патриархии. Он приезжает у нас, служит Сергий Иванников. Мы никогда не отрицали благодатность Московской Патриархии. Вот так. Артем Хомченко. Или Польша, по-моему, это или кто это? А? А флаг Польши или я не знаю. О, какой вид у него важный. Преображенский. О, хороший человек. Дальше. Добрый день, уважаемый Игнатий Тихонович. Где можно купить ваши книги? Ну, я сейчас показал, куда написать. Зайдите в мой мир. Мой мир. Вот здесь вот. Я сейчас туда пока не вышел. Вот сюда вот заходите. И тут почта. Сразу найдете, вон вверху показано где. Или прямо здесь пишите. Попросите, друзья, заранее объясните, кто вы. Ваш вид мне очень понравился. Я вас сразу приму. Дмитрий Емель Яшин. Игнатий Тихонович, доброго вам здравия. Благодарю вас, Дмитрий. Желаю вам того же и духовного спасения. Дмитро Климчак. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий твоей помощи, твоего заступления на тебя. Боуповай душа моя и помилуй меня. Это кто ж такой? Это он читает книгу. И вон рыбка висит там. Рыбка? Ну как на романа малыша похоже, тоже по-украински говорит. А, на коляске. Висит в коляске больной. У него рук нету, кажется. Добрый день, Игнатий Тихонович. У меня детский церебральный паралич или ДЦП. Я очень плохо управляю своим телом. Мои руки практически не работают. Точнее, они делают какие-то движения, но совсем не те, что хочу я. В общем, если смотреть правде в глаза, я беспомощен. Слава Богу, что за компьютером я могу делать все самостоятельно. Правда, мне это удается только с помощью проволоки, которую я держу в зубах. Именно поэтому со мной сложно общаться. Кроме того, пока интернет не был так распространен, я и не думал, что вообще когда-нибудь буду писать. Первое сообщение я начал направлять в апреле 2012 года. Я не могу быстро отвечать и делаю ошибки. При этом мне нравится общаться. Я люблю жить, несмотря ни на что. Поэтому я решил создать группу «Жизнь» на три буквы ДЦП. И ссылка в ВКонтакте его к странице. Да. Возможно, у меня не получится сделать интересный хороший паблик. Но мне нравится этим заниматься. Не-не, вправо. Я сам, теперь влево, понимаю, что групп уже существует больше, чем надо. Просто не хочется унывать. Есть интересное занятие. Кроме того, это может послужить примером другим людям с ограниченными возможностями. Они тоже могут найти любимое дело и посвятить этому все свободное время. Для меня большую роль сыграла православная вера, которая стала смыслом жизни. Особенно за последние несколько лет. Она занимает весомые части среди моих увлечений и занятий. В моей группе каждый желающий может найти информацию о православной жизни и о всем, что с ней связано. Кроме того, здесь есть истории о людях с ограниченными возможностями, которые смогли преодолеть эмоциональный барьер и живут дальше. Все это именно то, что мне необходимо сейчас. Верю. Я верю, что каждому человеку дается болезнь тела, чтобы он мог спасти свою душу. Этого можно добиться, только если все переносить с благодарностью и не гневить Бога. Да, я знаю, что мне никогда не быть здоровым, но на все воля Божья. Вступайте в мою группу. Ссылка идет в группу. Мне будет приятно видеть вас и ваших друзей. Если вы заинтересовались, можете почитать немного обо мне. Их ссылка в контакт. Тут находится полное меню группы. Ссылка. Рассказать друзьям о группе, если можно. Ну вот познакомьтесь. Есть такое в Воронеже. Вы найдете житие там Сергей Козлов-то. Он парализованный, 14 лет. И вам какую-то окажет помощь. Он герой настоящего времени. Святослав Голубков. Только без души губит нас. Лечит любовь и ласка. Здравствуйте, батюшка, отец Игнатий. Большое вам спасибо за ваши фотографии и очень познавательную информацию. Она очень-очень интересная. Большое вам спасибо. Спасибо, Господи. Видите, как оправдается это все. Отец Иоанн Пипаш, православный священник. Я не понял, то ли бритый или такой. Не знаю. Православный священник. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, вы православный, московский патриархат? Нет, мы относимся к русской православной зарубежной церкви, которые приняли акт о кроническом общении с московской патриархией. Поэтому у нас и служения идут вместе, и к нам приезжают. Так что у нас все это в интернете. Приезжают епископы их. Наташа Самойлова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Помогите, пожалуйста. Мой брат православный парень. И ему понравилась девушка. Но когда он узнал ее получше, оказалось, что она является участницей некой церкви новое поколение. Решив просто узнать, чем они там занимаются, он увидел, что они под предлогом помощи бедным, бездомным и инвалидам, а так же людям с алкой наркозависимостью, собирая деньги с прихожан этой, кавычка, церкви. Неизвестно куда, но это полбеды. Их пастырские чтения сопровождаются всякими веселыми песенками и не связаны речью. Лично для меня это дико. Исходя из вышеописанного, у меня вопрос. Как мне быть и что делать? Что это вообще такое? Стоит ли их обоих оттуда спасать? Так как брат влюбился в такую его девицу, и мне жутко становится. Я смотрел ваши видео, лекции и очень надеюсь на вашу подсказку. С уважением к вам. Благодарю за помощь. Ну есть сектанты погибельные. И то, что падают и прочее, это просто одержимое демонами. Конечно, стоит бороться и молиться. Влюбился. А как он будет с ней жить? Она совершенно другого духа. То молиться надо, и больше ничего тут не сделать. Говорить, показывать, толкование святых отцов, писания. Но они не нуждаются этим. Они обязательно с алкозависимыми, наркоманами занимаются. Какие-то отпускают им бренды. Давайте. Даниил Максютенко. Миров, Игнатий. У меня вопрос по мирозданию. Какую форму наша земля? Круглая. Круглая. Круглая и шар земной. В Священописании конкретно не говорится о форме земли? Говорится, что земной шар. Хотя есть намеки на плоскость. Например, Матфея 4.8. А верить безбожным колдунам-ученым мне гнусно. Безбожные колдуны это... Стерлигов. 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 Он главный вот этот обманщик, разрушитель. Они несут враги божии. Враги божии? А кто тебе эти туфли сделал? Кто вот эту материю сделал, соткали? Кто этот памятник сделал? Без ученых ни шагу никуда. Мне есть представление о мироздании Птолемея. Во! Мне ясно следующее. Солнце вращается вокруг земли, а не наоборот. Те, кто заявлял что-то отличное от этих... Тех казнили. Например, Джордана Бруно. Хотя Джордан. И Джордан. И все-таки, какой формы наша земля? Если можно, то приведите цитаты из Библии или древних астрономических трудов до 17 века. А еще условия какие? Ну давай, откроем. Мы сейчас откроем. И запиши шар. Шар. Просто шар. И сейчас мы увидим. Считай. Так, третья книга. Ездры 11.32. Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Ну, что доказывать? Ну, определенно, синодальный перевод на земном шаре. И не надо больше толковать ничего. Тогда неправильно перевели. Ну, неправильно тогда Исаия неправильно перевели. Книга Иова. Повесил земли ни на чем. Ни на каких птоломеях, ни на китах. Ни на чем. И дальше восседает над кругом земли. Ну, сверху-то как луна. Круглая, кажется. Так, обновлены 29-го, 30-го, 31-го страницы здесь. Это что-то здесь непонятно. О чем речь идет? Видите, сколько мне накидали за ночь? Это я уже ответил вот этому, 32-й. Все, однако. И теперь показать, что у нас есть большой ресурс. Это православный видеоканал, открытый Богом во свете Библии. Сколько просмотров? 4 751 83 5601 подписчиков. Видите, вот как сегодня я выставил опять 6 роликов. Вчера было 7 выставляем. У нас большие ролики, очень даже. Вот, 10 минут 36, 46 и так в минуту. Ну, люди находят в этом утешение. И очень большой у нас ресурс. Это во свете Библии православный библейский сайт. И здесь вот я отвечаю на 4124 вопроса и ответа. Но сегодня уже много было, ничего отсюда брать не будем. Я думаю, так, вернемся сейчас вот к этому, где у нас есть. Вот. Считай. Так. Наталья, Германия. Я хотел бы обсудить, каким транспортом или самолетом можно доехать до села Потеряевки. Из Германии. Сколько пересадок и в какую сумму обходится туда и обратно подъездка? Ну, это я не знаю. Отец Игнатий, скажите, а что означает имя Захарии? Ага. И можно вечером дома снимать платок, когда ложишься спать? Можно снимать. Но только надень какой-то щепчик. Потому что мало же, что тебе помолиться надо будет. Там снимать платок с головы опечаталась буква. Ну, ладно. Я отвечаю, что означает Захария? Память Господня. Еврейский. В еврейском языке память Господня. Другого перевода нет. Пишет какой-то фаст Вадим. Я не знаю, даже он пожилой, как-то с бородой или чужая фотография. Вот он сегодня и говорит мне, пишет. Заметь. Что-то вы, Игнатий, не отвечайте на вопрос из Ютуба, который я вам залил. Никакого не было. Нет такого. Ну, не отвечаю, когда хула, матерки там и прочее. А знаете почему? Потому что вы не начали. Которые я вам залил. Залил. Еще залил, я посмотрел, нигде ничего нет. Войдите в Скайп. В Скайп если не выходите, для меня это уже наставка. Остараживает. Фаст Вадим. Ваше это имя или не ваше. Я не могу спросить даже. Обычно обманывают. И что? Потому что вы не нашли из Библии ответы. То есть он заранее уже знает. Я не получил. И он даже не знает. Я считал, не читал. Но уже дает ответ. Ответ за меня дает. Не нашли в Библии ответы. Я перед огромными собраниями. Не где-то, а допустим, Академгородок Новосибирский. И говорю, Библия дает ответ на все вопросы, кроме кончины века. Когда кончится. Все. И я им доказал, ученым, профессорам и прочее. А тут знать не знают. А вы не знаете Библии ответы. Ну как вы можете говорить, когда я даже не знаю, о чем речь идет. А если это так, опять точки. То есть у него заранее готов ответ. То есть явно не умеет беседовать. Тогда зачем своих прихожан обманываете? Ну дальше он не стал говорить. Ну дальше только обматерить меня надо и все. Кто он такой? Ну если вы нормальный человек, выйдите, я вас прошу. Выйдите, чтобы вас говорить могу. А то я не могу выйти, у меня глазка нет. Ну пойди у соседа попросить где-то, у товарищей. Не выходит. Разговоров быть не может. Я вижу обманщик. Я обманываю прихожан своих. В чем я их обманываю? Что он не задал вопросы или задал, которые я не знаю. И поэтому я обманываю? Какое отношение ваши вопросы к прихожанам имеют? И где у прихожан вопросы, которые я бы не ответил? В контактах, везде. Речь идет не на один, не на два вопроса, миленький ты мой. А вот я отвечаю 4124. Надо учитывать, что я считаю так, что был востребован более всех. От кого я знаю. Одновременно вел занятия в нескольких десятках школ. Вопросы и ответы всегда. 5 университетов, институты, все техникумы, фабрики, заводы, воинские части, все отделы милиции, КГБ, прокуратура. Три радиопрограммы регулярно вел и ни одного вопроса не было, чтобы я не ответил. Упрек позорно для себя и выслушал. Упрек. Поэтому это несправедливо. Ничего больше у него нет. На этом пока все сегодня. Слишком развелись мы сегодня из-за бороды. Редактор субтитров.